ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края в 2004 году было раскрыто благодаря работе следователей над другим уголовным делом. Недавно задержанный Андрей Дрюнин, член банды меценатовских, начал активно сотрудничать со следствием и, как того требует закон, максимально честно рассказывал обо всех преступлениях, совершенных им или же участникам которых он был. Вообще надо отметить, что это преступление было раскрыто благодаря, безусловно, профессионализму и кропотливой работе следователей и полицейских, которые спустя более чем 12 лет с момента совершения этого убийства, несмотря на полное отрицание вины осужденными и несмотря на отсутствие тела потерпевшего, смогли не только раскрыть это преступление, но и установить роль каждого в его совершении, а также мотивацию каждого из осужденных. Таким образом, исследователи методично и целенаправленно своей работой опровергают расхожее выражение о том, что нет тела, нет дела. В итоге собранные следственные доказательства суд признал достаточным для вынесения обвинительного приговора, а довод защиты несостоятельным. Именно Андрей Дрюнин и рассказал следователям, что в ноябре 2004 года к нему обратился Александр Черепянко, с которым они были в хороших отношениях, и попросил убить насильника своей жены, назвав имя и адрес жертвы. Все разговоры предприимчивый Дрюнин записывал на диктофон, именно эта записи легла в основу уголовного дела Черепянко. За убийство предприниматель обязался заплатить 10 тысяч долларов, что по тем деньгам составляло 300 тысяч рублей. Дрюнин, посовещавшись со своим братом, киллером решил нанять Миронова и Еременко. Уголовное дело в отношении первого было прекращено в связи со смертью. Далее, как установило следствие, Миронов и Еременко напоили в кафе свою жертву, привезли в гараж, подготовленный Дрюниным, где Еременко, переодевшись и закрыв лицо, на протяжении нескольких минут душил мужчину, который и так находился в бессознательном состоянии. Все происходящее Миронов снимал на камеру по просьбе Дрюниных. Запись они планировали показать Черепянко, а в будущем, возможно, и шантажировать. После убийства тело мужчины вывезли в дачный кооператив и сожгли вместе с домом. Как сообщили в суде, на записи слышно, как Еременко во время убийства говорил, что это от Саши Черепянко и что за его убийство заплатили большие деньги. Сам Черепянко в ходе следствия и на суде утверждал, что Дрюнин мстит ему за то, что он дал против него показания. Суд же посчитал, что доводы Черепянко надуманы, и приговорил его к реальному лишению свободы на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еременко получил 23 года колонии строгого режима. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфору. Вам при какой понятии метод наказания, предок отбывания? Еременко, вам понятно? Понятно.